Всем привет! Меня зовут Оксана Сердечная, я агроном проекта «Охотники за урожаем» И сегодня я неспроста стою с букетом цветов, потому что мы приехали в гости к одной из участниц проекта, лучшей на этой неделе, Наталье И мы находимся в городе Киржач Ну что, пойдемте? Добрый день! Меня зовут Наталья, живу я в городе Киржач. Мне 43 года. Сколько себя помню, огород у нас был всегда в семье Но раньше это доставляло мало удовольствия, скорее всего, как наказание было И когда-то с сестрой мы даже зареклись, что когда вырастем, у нас ни за что не будет огорода Но прошло время, мы купили дом, дом с участком, а имея участок, грех было не посадить что-нибудь Сажала всегда, в основном это овощные были культуры Но без всяких заморочек, посадил, забыл, выросла хорошо, не выросла, ну купим, значит, в магазине И буквально, наверное, в конце прошлого года увлеклась садоводством А в этом году решила подойти к выращиванию овощей, в частности томатов, более осознанно, ответственно Чтобы получать большие урожаи, чтобы меньше затративать сил и энергии Поэтому подала заявку на участие в проекте «Охотники за урожаем» И попала в команду Оксаны Сердечной А сегодня Оксана приехала ко мне в гости, и сейчас мы пойдем смотреть мою теплицу Ну что, мы находимся в одной из теплиц, где Наталья выращивает перцы и томаты Здесь в основном сорта, да, растут? Но есть и гибриды Есть и гибриды, но в меньшинстве И по состоянию растений видно, что есть проблема жирования Причем при посадке никакие удобрения дополнительно в почву не вносились Но листья очень сильно жируют, очень толстые стебли И это сказывается на плодоношении, завязей мало И поэтому будем исправлять эту проблему Также встречался еще магниевый хлороз на некоторых томатах Потому что очень холодная была у нас весна Не усваивалось питание Растения испытывали большой стресс Но сейчас проблему эту решили Хлороз остался только на нижних листьях В скором времени мы их, естественно, будем удалять Когда у нас пойдут уже полноценные завязи Ну, а проблему жирования мы будем сегодня решать с Натальей В рамках проекта каждую неделю Всем участникам своей команды я даю задание Вот на прошлой неделе было задание Провести профилактическую обработку от болезней и вредителей Наталья, рассказывайте, чем проводили, что делали? Ну, по вашей рекомендации готовила баковую смесь Из липосама, фитоверма и фитоспорина Я брала по инструкции дозировку Разводила в опрысковителе и обрабатывала по листу Наталья, вот мы сейчас снимаем в теплице Время уже практически полшестого вечера Но здесь очень жарко, очень высокая температура Хотя есть частичное затенение с одной стороны Не хватает дополнительных форточек Я бы сделала еще в торце теплицы дверь даже целую Чтобы она полностью была распашной И температуру снижать максимально, чтобы хотя бы на 10 градусов Можно даже и больше И обязательно притенять от середины крыши Потому что, конечно, очень-очень жарко Это влияет в первую очередь на завязываемость плодов И здесь не только жирование на листьях Но они еще и крутятся, если посмотреть Что растениям очень жарко при такой температуре У нас есть планы, да, переделать теплицу Сделать здесь дверь полностью, чтобы открывалась эта сторона И, скорее всего, придется покупать сетку, да? Да, притеняющие сетки, они бывают, да, в разной плотности И снижают температуру в среднем на 7-10 градусов И вот в жаркие особенно дни Она очень на руку нам играет И томаты не так страдают, не такой стресс испытывает растение И не сбрасывает завязи, что самое главное Ну и мы реже поливаем, естественно У нас нет ожогов на листовых пластинах Поэтому притенение должно быть обязательно И должно быть обязательно проветривание На теплицу 3 на 4 должно быть как минимум 4 форточки 2 в торцах и 2 по бокам Чтобы постоянно была циркуляция воздуха Чтобы был сквозняк Томаты очень любят сквозняк, проветривание Это хорошо влияет на опыление пыльцы И не дает застаиваться воздуху Что у нас влечет к повышенной влажности К возникновению грибковых и бактериальных заболеваний То есть мы уменьшаем вероятность того Что у нас появится фитофтор или кладосприоз Ну что, мы переместились во вторую теплицу Здесь растут также томаты Есть еще баклажаны и огурцы Ну и проблема жирования присутствует и на этих томатах Также здесь очень жарко из-за того, что не хватает форточек И нет проветривания По вашей рекомендации я удалила все пасынки Укоротила жирующие листья Где-то на одну треть, где-то на половину В основном в той части больше А что еще можно сделать? Когда томаты очень сильно жируют Когда у нас растет зеленая масса Толстые стволы Нам необходимо снизить влияние азота И это сделать мы можем при помощи фосфорно-калийных удобрений При обладании должен быть фосфор и калий Тогда мы спровоцируем цветение Спровоцируем плодоношение Поэтому я вот Наталье рекомендую сделать обработку препаратом Джой В составе здесь гуминовые кислоты И различные макро-микроэлементы И преобладает калий Как раз он у нас снизит жирование И спровоцирует цветение на томатах Поэтому, Наталья, задание на эту неделю Провести обработку томатов Можно по листу сделать обработку Можно под корень полить Чтобы у нас наконец-таки начали цвести наши помидорчики И начали появляться завязи Друзья, еще моя рекомендация Никогда не проводите обработки и полив растений Когда очень жарко Делайте это либо рано утром Либо уже на закате, когда солнце практически село Потому что растение будет испытывать стресс От высокой температуры Во-первых, будут плохо всасываться вещества с листовой пластины Ну и корни находятся в состоянии перегрева Они тоже не будут получать достаточно количества питания Поэтому Наталье даю рекомендацию Проводить полив растений с подкормками Только вечером, когда сядет солнце Это огурец фэн-шуй Семена компании 7 семян Мне прислала их Оксана в подарок И вот тоже не все гладко было Два листочка вот Не знаю почему такие Вот может быть Оксана даст какие-то рекомендации или советы На самом деле проблема эта достаточно распространенная По мере роста рассады огурцов Им требуется очень большое количество питания И даже если оно заложено в почве И температура ночная и дневная очень сильно отличается Огурцы очень быстро реагируют на это И корневая система не может получать питание в полном объеме И очень часто у огурцов бывает либо хлороз Либо недостаток кальция А это сказывается сразу на листовой пластине Вот в данном случае у Натальи Проблема с усвоением кальция Не хватало его видимо Были холодные ночи Были дожди Корневая система как я уже сказала не получала достаточное питание Оно не усваивалось просто из почвы И вот такие вот деформированные края листовой пластины Характерны для нехватки кальция Потом вы можете уже видеть Что наладилась и температура И начала корневая система нормально работать И пошли завязи И по листьям мы можем наблюдать Что огурцы развиваются нормально Нехваток никаких мы не наблюдаем Друзья смотрите какая уже Большая клубника в киржаче У меня вообще никакой клубники нет в этом году Красивая здоровая клубника Нет никакого долгоносика Никаких гнилей Очень много завязи Крупные будут ягоды Очень красивая клубника Это Наталья как ухаживаем Ну в основном весь уход сводится к прополке Своевременному удалению усов Ну и подкармливала я их удобрением для клубники Еще хочу обратить ваше внимание Кстати на то что все посадки у Натальи в теплице и в открытом грунте Замульчированы Скошенной травой Я всегда настаиваю на том что посадки нужно мульчировать Для того чтобы реже их поливать Для того чтобы ягоды не касались земли Не гнили Ну и чтобы почвенные обитатели Также не могли до них добраться В этом году я сделал совместные посадки клубники и бархат Которые должны якобы отпугивать насекомых вредителей Но на самом деле Как показала практика Без регулярной обработки биопрепаратами Это успеха иметь не будет Чтобы не применять тяжелые химические препараты Я обработки делаю фитовермом с биоприлипателем Раз в 10 дней по листу Ну что ж друзья Наталье я дала рекомендации по дальнейшему уходу за атоматами И вообще хочу сказать Что очень приятно Необычно приезжать к своим подписчикам Видеть тех участки Видеть как все здесь ухожено Как красиво С какой заботой они относятся И к цветочным культурам Декоративным К овощным Что нет болезней Нет вредителей Что уход должен оказываться вовремя Наталье очень красивые полисадники Кстати У нее есть даже черные томаты в кашпо Пойдемте покажу Смотрите какая прелесть Они растут на улице Вот здесь видна нехватка фосфора Из-за того что очень холодно по ночам было Но верхние листики уже отошли Также Наталья делала обработки По моей рекомендации Сейчас с атоматами все нормально Посмотрите какие красивые заведи Ну я не зря взяла Наталью в свой проект Потому что она очень активная участница Она очень часто и задавала мне вопросы И раньше в директ У нее возникали различные проблемы Вот я вижу по ее участку Что все мои рекомендации Она ими пользуется Применяет на деле И вообще мне очень нравится ее участок Как обладатель своей собственной дачи В этом году и множество проблем Я вот сразу захожу на участок Обращаю внимание Что у нее красивый зеленый газон Без сорняков Покошенные Красивые клумбы Садовый папоротник Очень красиво растет Видите даже задекорирована Зона септика Здесь очень красиво растут Очетки Петунии Очень много Сурфинию То есть все очень выращено С заботой С уходом Ну и как я уже сказала Нет болезней и вредителей Все замульчировано И все очень красиво Скоро я отправлюсь в другой город К своей другой участнице Но об этом я вам расскажу позже Поэтому следите за новостями нашего проекта И также выращивайте вместе с нами томаты